привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня тема нашего ролика будет изучение команды рядом то есть одна из основных частей но перед началом перед тем как мы с акбаром сейчас выйдем на улицу и будем я буду корректировать акбара я хотел бы вам рассказать об одном канале канал называется зайка милашка 41 ссылку вы смотрите на этот канал к описанию к ролику канал я и мой хвост рекомендует его он будет очень интересен нашей молодой аудитории то есть это канал юного блогера который посвящен ее собачки такси и лошадян то есть все пожалуйста идите по ссылочке канал я и мой хвост вам рекомендует а сейчас мы идем с акбаром на улицу и будем корректировать собаку чтобы она ходила правильно по команде рядом поехали а а а Субтитры сделал DimaTorzok Вот он у меня стал забегать вперед И опять же для участников вебинара я снимаю этот ролик Я сейчас это делал все с Акбаром без поводка Но суть та же самая с поводком Когда вы идете, у вас собака чуть вперед начинает забегать Вы меняете направление движения Чуть вперед начинает забегать, вы меняете направление движения Поэтому когда вы изучаете команду рядом Вы даже не думайте, что вы из точки А дойдете в точку Б Когда вы учите именно на формировании поведения То есть смотрите, сейчас я еще один такой прием приведу Рядом иди Вот у меня сейчас игрушка в руках находится Вот я, она рядом иди Вот видите, он смотрит сейчас на нее, идет и заглядывает Она ему интересна Хорошо, молодец И он идет там не потому, что я рядом говорю А потому что именно игрушка ему в руках интересно Это может быть и подкормка в ваших руках Главное старайтесь ее держать на уровне груди Вот здесь вот Дай Вот примерно так Видите, рядом, рядом Хорошо, молодец, рядом И говорите рядом тогда, когда у вас собака идет рядом с вами Вот он заглядывает Ему не столько рядом, сколько эта игрушка ему интересна Рядом, рядом Когда вы поправляете собаку, рядом не произносите Говорите там, поправься, что угодно А рядом говорите именно тогда, когда у вас собака идет Ну правильно, так как вы хотите Ну и поощряем Молодец Хорошо Если же у вас будет подкормка в руках То Вот она, ваша рука Вы Руку держите на этом уровне, допустим Ну смотрите там по обстоятельствам Как у вас собака будет идти Как она будет заглядывать И периодически ей с этого положения Будете выдавать Будете вот так вот выдавать Будете вот так вот выдавать Будете вот так вот выдавать Ну И самое, что в этом во всем В следующий раз, когда вы просто руку вот сюда приложите У вас животное уже будет понимать это как команда рядом То есть, ну вот Рик у меня в частности Когда я руку так делал Я немножко хитрил на аттестации Там нельзя говорить рядом Просто собака должна идти Ну непосредственно возле левой ноги вашей И я его научил, вот что у меня рука здесь находится Я так ее и держал Потому что регламентом, ну как бы не регламентируется Где там положение руки у вас должно находиться И на аттестацию я вот так вот хитрил Когда собаку аттестовывал на поисково-спасательную службу Поэтому Он уже знал четко, что вот если рука здесь То я, возможно, начну выдавать эту подкормку Что, собственно говоря, нужно делать вариативно То есть сначала, когда вы только изучаете Вы даете постоянно, да? А потом уже вариативно То есть раз даете, два раза не даете Три раза даете, два раза не даете Чтобы не было там через раз, через два, через три Чтобы это было вариациями все Давайте еще походим Вон он ждет, что Вот это предложенная игра Эта собака мне предлагает игру Это чье решение вообще на самом деле? Его или мое? Конечно, это решение его Я сейчас его поработать за эту игру заставлю То есть вот, видите, вот опять я иду Рядом иди Вот игрушка, вот собака идет рядом Вот это на формировании мы работаем То есть формирование поведения Я его не принуждаю посредством дрессировочной амуниции А именно просто вот он заинтересован в этой игрушке И поэтому он идет в этом состоянии Ну и поощряю То есть это понятно А когда у вас собака Вот сейчас будет по команде Рядом иди Сейчас так опущу камеру, чтобы было Как только он не идет вперед Как только он вперед будет заходить Я раз и меняю направление движения То есть он должен понимать Вот видите Должен понимать, что он должен обязательно следить за моими ногами Ну, соответственно Можете применять абсолютно любой Но когда собака начнет следить Потому что вы будете менять это направление движения У вас все получится Заслужите доверие Заслужите уважение С вами был канал Я и мой хвост Я и его автор и ведущий Олег Всего спасибо